Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Для меня настоящая привилегия приходить к вам домой. Вы смотрите нас через спутники, государственные каналы, потому что мы вещаем во всем мире и, конечно же, через интернет. Этот выпуск передачи мы ведем из крепости на границе между Иорданией и Израилем. В прошлом я делился удивительным посланием. Это истина, которая изменит вашу жизнь. Связана она с ангелами. Но я хочу подойти к теме ангелов не так, как обычно. Я читал Писание 4 главу Матфея и Евангелие от Луки и заметил, что ангелы сделали нечто уникальное для Христа. Я хочу прочитать эти местописания, чтобы вы поняли контекст. А после этого я буду проповедовать о том, когда ангелы укрепляют вас. Я также поделюсь личными историями, знаю, что молодые люди любят слушать реальные истории о том, как Бог работает в нашей жизни и о том, что мы видим. Итак, давайте прочитаем вместе Евангелие от Матфея 4 главу. Это было во время искушения Иисуса, когда сатана атаковал его разум и пытался заставить его превратить камни в хлебы, спрыгнуть с крыла храма, склониться перед ним, чтобы получить царство мира. В синодальном переводе говорится, тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, или уйди прочь, сатана. Ибо написано «Господу Богу твоему, одному поклоняйся, и ему только одному служи». Это стих Писания, который записан во Второзаконии 6 главе 13 стихе. Иисус цитирует Тору, чтобы отбить атаку сатаны во время искушения. Далее мы читаем следующие слова. «Тогда оставляет его дьявол». Мы можем поставить здесь точку, потому что Лука тоже рассказывает об этом. Но посмотрите, что еще добавляет Матфей. «И вот», что значит «и вот». «Ангелы приступили и служили ему». Не просто ангел, а ангелы. В завершении 40 дней искушения Иисус был голоден, очень ослаб. И тогда Бог послал ангелов, чтобы укрепить его, поддержать его и ободрить его. Это начало служения Иисуса. Самое начало его служения. После этого он пошел в Назарет, принял силу Духа Святого, сказал первое послание и служил на протяжении трех с половиной лет. А теперь мы перейдем к завершению его служения. Он в Иерусалиме, в Гефсиманском саду, и вот он молится. Этот сад был одним из его любимых мест для молитвы. Он шел туда со своими учениками. Мы знаем, что Никодим встретился с ним в этом саду, как говорит Евангелие от Иоанна. Здесь мы видим, как Иисус говорит своим ученикам молиться вместе с ним. А именно бодрствовать и молиться вместе с ним. И далее мы читаем в стихах одно интересное слово. На греческом там стоит «агоньо», что означает «крайнее телесное и духовное давление», которое привело к переменам в капиллярах Христа. Он потел от большого давления. Почему? Потому что он знал, что он умрет. Итак, давайте посмотрим. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, а если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня? Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Мы видим причину для этого в 44 стихе. И, находясь в барении, прилежнее молился и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Многие мужчины и женщины становились мучениками. Им говорили, «Вас обезглавят, сожгут, вы умрете». Я считаю, что Христос в этот момент принимал на себя грехи всего мира. Не знавший греха, стал грехом, чтобы мы стали праведностью Божией. Скорее всего, он ощущал в духе агонию бремени человеческого греха на себе. Он ощущал это. Я хочу отметить, что в начале его служения, во время искушения и под конец его служения, в самое трудное время его жизни, прямо перед смертью, он нуждался в нечеловеческой помощи. Человеческое ободрение могло помочь после искушения или в саду, но давление было крайне сильным. Он постился, он устал, он весьма ослаб. Давление было таким сильным, что Богу пришлось послать настоящего ангела. Когда говорится об искушении, то там написано «ангелы», «множественное число». А в саду, как написано, пришел ангел. Мы видим одного ангела. И я могу рассказать вам, что этот ангел сказал ему. Уверен, он сказал ему так. Если ты не хочешь проходить через это, если хочешь, чтобы эта чаша прошла мимо, то знай, что отец сказал, что пошлет 12 легионов ангелов, и все закончится. Я знаю об этом, потому что, когда Петр отсек ухо рабу первосвященника, то Иисус сказал «убери свой меч». Разве ты не знаешь, что я могу призвать 12 легионов ангелов, чтобы остановить все это? Легион состоит из 6 тысяч единиц. То есть это 70 тысяч ангелов. Я говорю о том, что во времена крайней слабости, искушение или давление ангелы Господа дают сверхъестественную силу. Я хочу сказать вам, если вы наполнены Духом Святым, верите в крещение Духом и молитесь на языках, то знаете, согласно 8 главе послания к римлянам, что Дух подкрепляет нас в немощи. Однако стоит отметить, что даже после Дня Пятидесятницы, когда Дух Святой излился на Первую Церковь и крестил верующих в горнице, ангелы продолжали действовать в служении. Мы видим это в книге Деяний. Например, мы видим, что ангел Господень пришел к Корнилию и устроил ему встречу с апостолом Петром. Все это нужно было для того, чтобы весь его дом был крещен Духом Святым и обратился. Мы знаем, что ангел в 12 главе Деяний освободил Симона Петра из тюрьмы. Я говорю об этом, потому что некоторые думают, а зачем нам нужны сейчас ангелы, если у нас есть Дух Святой? Ангелов посылали к людям Божиим в Писании. Ангелов посылали к людям. Ангелы также приносили людям послания. Ангелы могут участвовать в битвах, как говорит Ветхий Завет. Тому есть множество примеров. Но я хочу сказать вот о чем. Когда человек слаб, когда человек нуждается в силе, то Господь может послать к нему ангела. Я хочу сделать нечто на нашей передаче, чего не делал за все годы, что мы выходим в эфир. Моя церковная семья в центре Омега, где мы проводим служение каждый вторник, уже слышала это, наверное, раз пять. Я могу пересчитать на одной руке количество раз, когда мне разрешали поделиться этим на конференции. Я никогда не делился этим на телевидении. Я назову вам две причины, почему я с осторожностью подхожу к тому, чем делюсь на телевидении. Вы знаете, кто смотрит вас. Часто бывает так, что если неверующий или скептик смотрит нас, то начинает насмехаться. Я приведу вам слава Иисуса, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Они берут драгоценное Слово Божие и бросают его людям, которые просто затопчут его. Я верю, что мои зрители во всем мире примут то, что я хочу сказать. Когда вам уже 59 или 60 лет, то вы перестаете так сильно переживать по поводу того, что думаю другие. Вы просто говорите, вот как есть и вот что было. Итак, много лет назад мой отец увидел во сне ангела Господнего. Ангел был с ним. Но он не был с ним все время. Но когда мой отец нуждался в ангеле, ангел был там. Он был с ним, когда он нуждался в нем. Ангел сказал ему, «Ты можешь попросить отца, и он отправит меня». И мой отец несколько раз молился об этом. Надеюсь, под конец передачи у нас еще останется время, историю, связанную с этим. Этот ангел помогал нашей семье. Несколько раз моему отцу снился сон о том, что человек приходил к нему и давал решение проблемы. Этот человек называл его сыном. Он говорил, «Сын», Господь говорит, «Если во сне вас называют сыном, кто-то еще, кроме биологического отца, и дает слово от Бога, то это ангелы Божии». Он научил меня этому много лет назад. Но есть ангелы Господа, которые не всегда с нами. Тут я должен, пожалуй, остановиться. Я не ощущаю его все время, но в определенные моменты он приходит ко мне. В Хантингтоне, Западной Вирджинии, я получил слово о пробуждении еще до того, как оно началось. И когда это случилось, то я ощущал пребывание Божия справа, ни слева. Каждый раз, когда Бог говорил ко мне голосом, а это было пять раз, пробуждая ото сна, я слышал его правым ухом, а не левым. Не спрашивайте, почему. У меня есть предположения, но я не буду объяснять их на фестивале МАН. Когда Бог приходит, это не Дух Святой, потому что Он внутри. Из вашего чрева потекут реки воды живой. Дух человека — это свеча Господня. Он исследует наши внутренности. Это стихи Библии. Дух Святой работает изнутри. Дух Святой молится через человека. А ангел всегда находится снаружи. Вы можете войти в такое место, где волосы на вашем теле станут дыбом. Когда к вам приходит ангел, то вы ощущаете нечто. Мне нравится один стих из книги Иова, где сказано, «И Дух прошел надо мной, дыбом стали волосы мои». А вот, что бывает рядом с ангелами. Много лет назад мы с Дженсеном Франклином были в Румынии. Нам было тяжело открывать вечер. Это было сразу после падения коммунизма. Дженсен знает об этом и постоянно рассказывает своим детям. Его дочь говорила, что он вспоминает эту историю каждые полгода. Дженсен помнит, что в комнате было темно, потому что не было электричества. Это было где-то в три утра. Тогда я носил часы, которые светились во тьме. Внезапно в комнате стало светло. В ней было видно все. И Дженсен сказал, «О, Господи, что тут происходит?» А я сказал, «Дженсен — это ангел». Мы начали плакать перед Богом, и когда ангел подходил, то волосы на руках, ногах и теле становились дыбом. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Бывает, что по телу бегут мурашки, все это длилось где-то полчаса. И с того момента мы видели удивительные победы в Румынии вплоть до нашего отъезда. Я считаю, что это был ангел от Господа. Я также считаю, что это ангел, который связан с родом. Если вы будете читать Библию, то увидите, что там есть ангелы, которые следовали за родами. Иаков помолился и сказал, «Господи, пусть тот ангел, который шел со мною, благословлял и защищал меня, пойдет с Ефремом и Монасией, когда они войдут в землю обетованную». Я перефразировал его слова, но там был ангел, который шел с Иаковом. Он боролся с ним. Это был его ангел. И он остался с этой семьей на протяжении поколений. Вполне возможно, что какой-то ангел Божий до сих пор служит в Израиле. Мы не знаем об этом. Но когда ангел Божий приходит, атмосфера меняется. У меня есть друг, который говорит, «Нет ничего, что бы сравнилось с этим». Не имеет значения, где мы находимся. Когда ангел приходит, то атмосфера меняется. Я также получал слова от Господа. Это удивительная вещь. Некоторые из вас не поймут этой фразы. «Ничего, я был пьян в духе, опьянел от помазания». Я прихожу в определенную зону, а когда он уходит, все исчезает. Я делюсь с вами этим неспроста. Несколько лет назад в центре Омега у нас был молодежный пастырь. Я отдал ему все. Мы построили здание, дали ему офис и позволили служить. Бог обратился ко мне в мае и сказал, «Перри, ты не делаешь того, к чему я призвал тебя». Господь начал говорить ко мне, чтобы я чаще бывал там и чаще служил. А я сказал, «Господи, но ведь я позволил служить этому молодому человеку. Я не желаю забирать у него это. Не хочу мешать». Бог сказал, «Ты не слушаешь меня. У меня есть план, и я призвал тебя наставить поколение. Ты не делаешь этого». Я очень боялся разговора с этим молодым человеком, потому что не хотел ранить его. Не хотел говорить, «Вот что сказал мне Господь». И тут он подходит ко мне и говорит, «Ты не поверишь в это. Я не хочу ранить тебя, Перри, но Господь сказал мне, что я пойду в другое место и буду заниматься другим служением». Мы оба были в согласии. Это удивительно, потому что Дух Святой проговорил ко мне в то же время, что и этому молодому человеку. После этого была среда, никогда этого не забуду. У меня есть офис в Омеге, я сел в кресло и начал печатать. Давление другого дела, подготовки служения во вторник, внезапно упали на мои плечи. Я подумал, «Господи, как мне все это сделать?» У меня есть это дело, но я очень занят. Иногда мне приходится вставать так рано и идти на работу, что я прихожу на 4 часа раньше остальных. Как я сделаю это? Я был за столом, сидел в кресле. Вот здесь находится одна из дверей моего офиса. Я внезапно ощутил, как божественная слава вошла в двери. Никто не стучался. Я никого не увидел, но когда что-то вошло в двери, оно подошло к моему креслу. И когда оно подошло к моему креслу, то я ощутил, как рука прикоснулась к нему. Она не коснулась моего плеча, она коснулась кресла. Я ощутил это. Внезапно я ощутил Бога и понял, что происходит. Бог послал ангела. Я ощутил его. Я знал, что это такое. Я знал, что происходило. Я переживал подобные вещи время от времени. Когда они приходят в комнату, атмосфера полностью меняется. Она наполняется Богом. Я помню, как рыдал. Но это не был плач скорби. Это был плач в мире, плач восторга, плач радости. Я был в невероятном восторге 10 минут. Я совершил ошибку. Мой отец научил меня делать определенные вещи, когда Бог приходит. «Поступай так, жди». Я был в таком восторге, что бремя, давление мгновенно покинули меня. Я не ощущал никакого бремени, груза, абсолютно ничего. Я подпрыгнул и побежал к офисам других служителей. Я сказал, «Вы не поверите, что случилось». Только что в мой офис пришел ангел. Они знали, что я не шучу. Я рассказал им о том, как все случилось. Мои глаза все еще не просохли от слез. Все были в шоке. А потом я вернулся назад и сел. Ангел ушел, но мир все еще был в моем сердце. Я очень расстроился и сказал себе, «Почему же я не пробыл с ним час или два?» Мне кажется, я не мог провести с ним час или два из-за того, что время ушло так быстро и неожиданно, что я получил прорыв, в котором так нуждался на тот момент. «Знаете, мы так заняты каждый день. У нас много проектов в Царстве Божьем. Мы строим коттедж для библейских курсов и делаем множество других вещей. Мы хотим построить школу в будущем. Мы занимаемся всем этим прямо сейчас. Но я не ощущаю давления жизненных забот и забот служения. Я не ощущаю их так, как это бывает со многими. Они говорят, «Ох, мне так тяжело. У меня столько бремен. Я хочу сказать вам нечто. Я очень рад, что у меня есть отец, который понимал сверхъестественные духовные вещи. Я был рядом с людьми, которые действовали в дарах Духа. Это люди, которые действовали в силе Божьей. И все это передалось мне еще в молодости. Эти люди молились за меня в 18 лет, чтобы я пошел в служение. Я уже был призван на тот момент, но они помолились за помазание. Руфус Данфорд закончил лишь три класса, но свободно говорил на семи языках. Три класса. Он не учился в колледже или университете, но он мог подойти к иностранцу и обратиться к нему на его родном языке. При этом он прекрасно понимал, что говорил. Я встречался с людьми, которые знали Руфуса. Они говорят, что все это правда. Бог дал ему дар разных языков. И когда вы можете находиться в окружении таких людей, которые действуют в сверхъестественном, в духе, то вам легко поверить в ангелов. Мы не говорим о том, чтобы поклоняться ангелам или их именам. Нет. Это было в первой церкви и переросло потом в ересь. Мы же говорим о том, что Бог посылает духов, чтобы они служили тем, кто наследует спасение. Если вы ощущаете трудность, слабость в теле, если вы боретесь с чем-то, то я хочу вам сказать, найдите место в своей квартире, сядьте на кресло, встаньте на колени, найдите место, где вы ощутите мир в разуме, вдали от забот, вдали от людей и вещей. Я хочу, чтобы вы сказали, «Отче, я слышал, что говорил Пэрри Стоун, мне нужно укрепление, мне нужна сверхъестественная сила от Бога». И я расскажу вам, что будет дальше. Вы начнете плакать. Да, так иногда бывает. Внезапно вы ощутите, как кто-то придет в эту комнату. И когда вы ощутите это, вы окунетесь в помазание Бога. Ангелы приносят с собой Бога. Я знаю, что Дух Святой работает внутри нас, но ангел укрепляет вас по-другому. Дух Святой помогает нам в немощах, но ангелы могут забрать тяжелые бремена, заботы, и даровать вам свободу от них, чтобы вы укрепились в силе. Когда в вас Дух Святой, а вокруг вас ангелы Божии, то вы можете попросить с помощью у Духа Святого, у Христа, обратиться к Слову, попросить с помощью у ангелов Божиих. Если вы будете поступать так, то будете победоносны в своей битве. Вы знаете, что я учу о пророчествах. Я очень люблю эти пророчества. Но Бог сказал мне, «Сын, у меня есть практические слова о войне, о вере и о Духе Святом, которые ты должен передать людям в мире на фестивале Манны». Вы услышите это учение еще неоднократно в наших программах. Я никогда не брошу учить о пророчествах. Но есть вещи, связанные с глубинами Духа и Бога. Вот почему мы каждый год ездим в Израиль. У нас есть тур для партнеров и тур для всех желающих. И пока я говорю с вами, 270 человек уже готовы приземлиться в Тель-Авиве, чтобы присоединиться ко мне на Святой Земле. И я в огромном восторге от этого. Мы делаем это потому, что хотим принести Евангелие этому миру. Я благодарен всем, с кем мы встречаемся во время наших путешествий. Мы встречаемся в разных странах. Недавно я встретился с одним человеком здесь, который сказал, «Я видел тебя на фестивале Манны. Пусть Бог благословит вас и позволит и далее смотреть нашу передачу». Нам нужна ваша поддержка, чтобы выходить в эфир и далее. А вот почему мы предлагаем диски, DVD или книги. Обязательно закажите их, чтобы фестиваль Манны выходил в эфир. Оставайтесь с нами, и мы поделимся с вами важной информацией в завершении нашей передачи. Перри Стоун написал и выпустил книгу «Новое время для ангелов». В своем исследовании Перри ответил на эти вопросы. И есть ли ангел рядом со мной? Почему они выглядят как люди, а не как крылатые ангелы? Как зовут ангела исцеления, о котором учила церковь? Приходит ли ангел смерти к умирающим, чтобы забрать дух? Помогают ли ангелы биться с бесами, атакующими семью? Дозволяет ли нам Бог просить ангелов открыть истину неспасенным? На эти и другие вопросы Перри ответил в книге «Новое время для ангелов». Глобальная деятельность пророков активизирует служение ангелов в эти дни через видение и сны. Узнайте в 19 главе «Бытия» о том, как ангелы появляются в облике людей. Перри включил в издание 21 вопрос об ангелах, включая случаи, когда животные могут видеть ангелов или ощущать их. Перри написал, как родителям молиться об ангельской защите над детьми. Данное издание содержит 12 динамичных глав, где исследуются потрясающие грани истины, которые дадут понимание в вопросе об ангелах. При заказе книги вы получите диски с учением Перри «Как отразить самые жестокие нападения сатаны». Автор расскажет о том, как одолеть депрессию, духовный гнет и мысли о самоубийстве. Дорогие зрители, закажите новую книгу вместе с набором из дисков онлайн по ссылке, которую вы видите на экране, или позвоните по телефону, который мы представляем вашему вниманию здесь. Кодовое слово ANG131. Отправьте нам пожертвования в размере 30 или более долларов и сделайте этот запрос. Уважаемые телезрители, пожалуйста, не забудьте записать адрес служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. Мы ждем ваших заказов. Когда человек умирает, приходит ли за ним ангел смерти? Помните, в книге «Исход ангел смерти» забирал жизни первенцев. Приходит ли такой ангел к каждому умирающему человеку? Если да, то это ангел от Господа или от сатаны. В моей книге есть глава под названием «Существует ли ангел смерти?» Как вы поняли, в ней говорится об ангеле смерти. Надеюсь, вы закажете книгу и эти диски. Это прекрасное предложение, которое поможет нам оставаться в эфире. Диски доступны только через наше служение, а книгу можно купить в любом книжном магазине. А сейчас я хотел бы обратиться к нашим зрителям за пределами США. Господь положил мне на сердце служить не только в Америке, но и за границей. И вот что я хотел бы от вас. Я хотел бы, чтобы те из вас, кто живут на Среднем Западе США, зашли на нашу страницу и рассказали, где бы вы хотели нас видеть. Так мы пытаемся определить, куда зовет нас Господь. 6 января мы будем в церкви А2 в Бирмингеме, Алабама. С 11 по 13 января город Муллинс, Западная Вирджиния. 20 января город Пеллам, Алабама. 25 и 27 января, Джексонвиль, Флорида. Более детальное расписание вы найдете на нашем сайте. Я получил пророчество от одного человека. Я не очень доверяю пророчествам других людей. Отец всегда учил меня, если человек приходит к вам с каким-то словом от Господа, то оно должно подтверждать то, что Бог уже сказал вам. Но сейчас Господь указывает нам, куда бы Он хотел нас двигать. Он призывает нас в духовно сухие места. Недавно у нас проповедовал епископ Бисмарк, и он говорил о местописании о сухих и бесплодных местах и приказывал в воде прийти туда. В Соединенных Штатах Америки есть такие места, где прослеживается духовное бесплодие. Там не так много церквей, не так много верующих людей. Я хочу обратиться к тем, кто живет в таких местах. Начните молиться и провозглашать с властью, которую дал вам Христос, а также просить Бога изливать духовную воду и открывать духовные источники в этих местах. В Библии сказано, наполняйся колодец, пойте им. Я молюсь о том, чтобы в Америке было еще одно великое излияние Духа Святого. Мы уже видим, как динаминация ладит друг с другом гораздо лучше, чем это было раньше. И это удивительно. Представьте себе такое лет 20 хотя бы назад. О таком мы даже и мечтать не могли. Церкви, которые никогда не верили в излияние Святого Духа и в Его дары, сегодня верят в действия Духа Святого. Ну а еще я хочу, чтобы вы верили вместе с нами, что в Новом году нас ожидает великое пробуждение. Оно коснется всего мира, и Бог и зальет Свой Дух на всякую плоц. Именно это нам и нужно. Увидимся через неделю.